Хотелось бы узнать, зачем мы здесь собрались? О чем будем говорить? Какие вопросы? Ладно, мы вот попросим нашу коллегу из города Владивостока немножко рассказать, зачем она здесь в обществу, какие у нее отношения с йогой и за жизнью, в пределах возможного. Всем здравствуйте, меня зовут Аврора, я уже живу в Москве 8 лет, просто с йогой, я познакомилась с вашей йогой в 25 лет, когда попала в очень сильный кризис, заболела и перестала доверять врачам и бросила работу и пришла в йогу, потом через год у меня все наладилось, у меня появилась новая работа. Что-то, собственно, было и чем это стало, то есть окончательно, как это звучит, то что не так? Ну, сейчас повторяется все, я переехала в Москву и заболела какой-то непонятной неизлечимой болезнью, которой болею 8 лет и ничего не могу сделать. И кто вам сказал, что это болезнь, что врачи говорят, что неизвестно, чем болеете? Нет, диагноз есть, но он не лечится, я 8 лет хожу по специалистам, а это очень сильные боли по всему телу и в голове, я не могу работать, у меня рушится вся жизнь из-за этого сейчас, потому что все время болит, вот я пробовала и китайскую медицину, Это чисто мышечная боли или что? Это мышечно-фасциальная, как будто у тебя, болезнь называется фибромиология, это как будто у тебя, не знаю, серные кислоты налили, то есть это все болит, в голове туман, ты ничего не соображаешь, я юрист по профессии и не могу из-за этого работать. А спецы ПМР заделали, да? Просматривали все? Да я за 8 лет уже, наверное, все попробовала, я не могла даже этой йогой заниматься и в нее вернуться, потому что я пробовала, у нее особенность, после каждой физической нагрузки любой, даже йоги, в сауне и массаже начинается обострение, то есть официальная медицина говорит, что это поломка в мозгу восприятия боли, и то есть тело становится настолько чувствительным, что… То есть организм, короче, ушел в отказ? Да, единственное, за эти 8 лет я жила полгода, я полгода пила антидепрессанты, и вот они снизили чувствительность, и тогда было возможно… Именно антидепрессанты? Что вы говорите? Что вы пили последние, говорите, полгода? Я пила, да, антидепрессанты, и только на этом ушла чувствительность, и я смогла какие-то там бытовые моменты делать, ну то есть почувствовала себя человеком. Все остальное, что я не пробовала… Но в депрессантах сидеть нельзя, правильно, все время? Все время нельзя, но вот сейчас такой острый период, что у меня крушится работа, у меня понисти… Это когда вы приехали в Москву, и тут все это началось? Да, с 2015 года… Смотрите, я вам приду такой пример интересный, может быть это будет полезная информация. Значит, все время, когда я учился на институте, я заканчивал Севастопольскую приборку, у нас был физрук на курсе, такой Дондик Валери Иванович, родом из Гурзуфа, мастер спорта, полёк атлетик и средневек, такой чуть ниже меня, крепкий такой мужик, он у нас был физруком. Вот, и когда мы закончили его института, то он… В Гурзуфе был, мы встретились, ну просто в гости заходя, я зашел, он говорит, мне предложили контракт на Камчатку. Значит, на пять лет, ну там Северный Квецент идет, я думаю, может поехать, чтобы как бы так заработать, да, и все. Ну я говорю, что нет-то? Поехал, через два года он вернулся. Я увидел, как-то странно выглядит, говорит, ты чего? Он говорит, я туда приехал, говорит, и начал непрерывно болеть. Говорит, чуть просто не, чуть не сдох на самом деле, говорит, все было, я постоянно не вылезал из болячек, он здоровый, как черт. Он вернулся в Гурзуф и все стало нормально. Вот я о чем говорю, понимаете? Поэтому, так сказать, вам нужно было, наверное, ну, имея в виду вот ваше состояние, да, попробовать хотя бы, с этим хотя бы, может быть, понимаете? Потому что, говорите, вы приехали сюда и это началось. Да, но я, к сожалению, не могу позволить себе обратно вернуться. Ну вот, это один из вариантов. Потому что люди... У меня вот друзья много лет жили на Камчатке, им известен тоже такой феномен. Как там феномен, правильно, не знаю. Кто их знает? Да. Доцента вас тупой. Ну, что сделать? Вот. И там же высокая сейсмическая активность, скажем так, геофизическая активность высокая, да? И люди, которые живут там больше пяти лет, потом они, когда оттуда уезжают, им становится плохо. Такое явление я наблюдал в Сарковке. Челябинск-65, ядерный комбинат, маяк. Там в 57-м году был взрыв, да? Вот это. Я там был дважды. Во время взрыва? Конечно, во время взрыва. Не выявили устроили? Ну да, в 57-м году, да. В свои девять лет я сильно постарался устроить взрыв. Ну вот, значит, и там интересно, у них же на самом деле фон существует, причем фон серьезный. Там они начали, значит, штамповать боеголовки, обощать уран где-то, наверное, с 52-го года или с 50-го, да? Ну, конечно, там и набережная имени Лаврентия Павловича, все нормально там. И дом его остался. Вот, да. Но... Воробьев там нет. Только вороны. Из всех птиц только вороны живут. Да. Да, значит, очень растительность, роскошнейшая растительность. Вот. Но приезжаешь туда, значит, там, во-первых, зона, там проверяют полгода пропуск на въезд, пропуск на выезд. Страшное дело. Когда-то там вот был сбит в 61-м году Пауэрс, летчик, как раз он хотел снять это. Над ними никогда никто не летает, он никогда не слышит звука самолета над собой, да? Закрытая территория абсолютно. Ну, так вот. И когда я говорил с мэром города Подольским, я говорю, ну, как у вас здесь, пишут же, фона нет? Он говорит, ну, как у Жанецского, говорит, никакой вредности, никакой вредности, никакой вредности у нас, никакой вредности, да? Вот. Он говорит, 5 процентов призывников, 5 процентов ограничено годных службе. Остальные негодные. Остальные негодные? Да. Понимаете, да? Собаки там живут 5 лет. Я там много чего смотрелся, но это не тема. Я вот к чему живу. Это говорю. Они, значит, привыкли там жить, привыкли. Особенно, кто там родился, так они сталкеры. Им дают путевки там в Ялту, куда угодно езжать, им становится плохо, начинает разваливаться. Они могут жить только под фоном. Понимаете мысль? Вот я сказал, о Камчатке, я сказал, они только под фоном. Я почему увязал вот это с этим случаем, да? Что, может быть, это и было самым простым выходом в свое время. Но теперь, когда прошло уже достаточно много времени и все это как бы укоренилось, то непонятно, что... Ну, мы с вами отдельно поговорим, конечно. Только я не знаю вообще, применима йога или нет. Потому что... Чувствительность такого сорта, когда... Как говорили гасконца. Это гасконец, боялся даже царапин. Потому что весь составил из одного сплошного сердца. Это ваш вариант. Ну, поговорим. И что вы не пытались не работать, да? Вот я вернулась в конце февраля из Индии и началось сильное обострение. Вернулась в конце февраля из Индии. Там почистилась, я похудела. Все там вроде... Еще у меня бесплодие. И вот как переехала, три года я вообще лежала инвалидом. Потом, когда с помощью питания, там, разных методов поставила себя на ноги, начала опять работать. Пошла смотреть ребенка, мне говорят, у тебя яйцеклетки закончились. А чем вы по жизни занимаетесь вообще? Я в юриспруденции работаю с людьми на должности. Ну, что тут скажешь. Ладно, будем разговаривать. Но, конечно, самое опасное для человека попадать в положение, с которого не виден выход. Хорошо, поговорим. Какие вопросы к обсуждению есть, дамы и господа? Микрофончик. У меня такой, может быть, простой вопрос, но тем не менее. Вот йогу делаешь, да? А потом вот эти 15 минут шавасана. Так. Может смешно, может нет. Но когда два часа, вот я там делал все, пока все асаны сделал, два часа. Потом еще улежать 15 минут. Ну, как-то, как-то все время уже подрывает, наверное, уже хватит. И там, допустим, ну, там три-четыре, ну, уже надо и поработать что-нибудь. Ну, да, что-нибудь поделать. И вот насколько это важно, выдержать 15 минут. И вот, и вообще цель этого вот, в конце 15 минут вот этого шавасаны. Вот она, насколько она важна для всего комплекса. Да. Она определяет эффект. Потому что идет неспецифическая перегрузка в деятельный центр мозга или в деятельной коры. Это неспецифическое напряжение нужно сбросить. Которые капли из шавасаны. А если они сброшены, это плохо. Надо как бы спокойно из него выйти. Можно полтора часа позаниматься, надо сделать шавасану хорошим. Вот как? Да, даже так. Самое минимальное время, что у вас есть. Просто на то, какая-то проблема бывает расслабленность и еще потом 15 минут. Не надо, то да. Если вам хватит, то не надо. Но это про вас речь идет. А вот в данном случае нашему коллеге я все-таки советовал расслабляться. 15 минут где-то вот так вот, да? Можно даже и больше. Это как в анекдоте, да? Короткое объявление в серии «Нарошные придумышка». Это было в журнале «Крокодил». Объявление «Баня работает с 7 часа утра до полного помоя». Ну, так есть уже до полного эффекта, да? Вот расслабиться и хоть… Это главное расслабиться. Как вот нидру делаешь примерно вот так же, да? Такое же ощущение? Вы можете вообще заниматься полтора часа и делать нидру потом. И делать нидру? Да. Ну, потому что это гораздо лучше, чем два часа и без шавасаны. Вот как? Гораздо лучше. Я вас уверяю. Для меня это открытие. Я думал, главное вот эти асаны сделать… Мы обсуждаем такие банальные вещи и находим такие… Ну, вот я понимаю, почему надо долго. Потому что за каждым нюансом стоит такая целая история. Все имеет значение, да? Да. И непонятно где и за что можно зацепиться. Что является, скажем так, системообразующим фактором, который образует систему. Вот такой конфигурации держит конфигурацию туда. Значит, найти звено, такую точку. И тогда будет проще. Как говорил Архимед, да? Нашел точку опоры и можешь… Так что это не очень простой вопрос и достаточно важная вещь. Значит, я недооценивал совсем. Вот поэтому я говорю, что задайте побольше вопросов. Хороших и разных. Потому что всплывает. Передайте, пожалуйста. Два вопроса. Один вопрос мы попросили вам задать. Девушка спрашивает, возможно ли выполнять перевернутые асаны, если есть гипотариоз? Вот прям такой конкретный вопрос. Никогда. Потому что у нее… Нет, можно выполнять с одним условием. Чтобы вот эта зона бы не была сдавлена. А как это сделать? Ну, то есть лучше не рисковать с ней. Конечно, нет. Потому что она самостоятельно занимается юбой. При любом виде гиперсундуции щитовидки, вот это сдавливающая вещь, так же и вытягивающая вещь. Когда вот человек, например, делаю позу кобра, запрыгиваю глаза от на тебя тоже нельзя. Я думаю, стойка на голове, пожалуйста. Если это возможно. Но франгасана, халасана и прочие вещи связаны с этим никогда. Это просто вредно. А стойка на руках, допустим, у стены? Да ради бога. Главное, чтобы не было вот этого вот. Чтобы не было здесь. Тогда и кобра, да, получается, тоже такая должна быть спокойная. У нее здесь как холодно, но шею держи, не запрокидай голову. И второе, это мне удалось наконец... Ну, я даже не знаю, как... Пятничная практика была. Не знаю, с чем это. С погодой связанной. С чем просто улет, если можно так сказать. То есть настолько я расслабилась между асанами. У меня же была проблема. Мне надо было гнать, надо было крутить вот эти разные баранки. А тут совершенно простые асаны. И между ними я так улетела, что я забыла, что мне надо дальше делать. Я просто вот... У меня был такой момент, когда я вообще вот... Я думаю, а что я сейчас буду делать? Мне уже так хорошо, что мне уже хотелось лечь вот просто и лежать. Ну, так у тебя в чем-то вопрос? Это хорошо очень? Ну, это хорошо, да. То есть такой вот сильный какой-то катарсис, не знаю, как вот случилось расслабление. Ну, бывает такое. Ну, это вот хорошо, что надо стремиться к каждой практике? Стремиться не надо. Или это как получается? Стремиться не надо. Но когда это получается, нужно вспоминать о том, что это было. И что хорошо бы, чтобы это повторилось. Ну, такое внутреннее нестремление какое-то. Не надо стремиться, потому что... Я не знаю, с чем это связано. Потому что иногда бывает такое, иногда не бывает. То есть иногда практика проходит так суховато, как я называю. Нет, но причина есть. Просто они настолько малы, что мы их не видим. Да, мы наверно... Они воспринимаются. То есть настолько это вот интересно. Ну, да. То есть какие-то такие стимулы, которые под прогом восприятия. Они воспринимаются, но они работают. Да, да. Вот я это почувствовала. Если вы будете практиковать систематически, это будет приходить чаще. Каждый день у меня это прям... Да, вот это вот будет. Я могу там зубы не почистить. А то, что там что-то забылось, это... Опять-таки, как у Жванецкого. Говорит, там машина, когда она взорвалась. У нас там было трое. Была одна доярка. Говорит, забыла, как доить. Ну, вот... Это хорошо, когда человек... Входит в такое состояние, когда не помнит, что было. Да, вообще... Что будет, да. Это... Это хороший зим. Еще вопросы? Я могу еще что-нибудь задать, пользуясь случаем. Вот в йоге еще такой популярный момент, в современной такой йоге, что перед практикой надо задать намерение. Есть очень много учителей, которые говорят, задайте намерение перед практикой. Я сейчас это уже понимаю для себя. Когда слышу такие разговоры, мне хочется немедленно убить того, кто говорит. Да, потому что я понимаю, что это гомеостаз организма. То есть, что мы не можем туда влезть, что мы... Ну, мы занимаемся, а уже что-то выше нас, да, ну, вот там все распределяет. То есть, не надо этого трогать. Да, не надо трогать. Но я это поняла вот благодаря вашей практике. Потому что раньше меня... Ну, как меня учили? Задай намерить. Потом ты, значит, занимаешься. И настолько это... Понимаешь, что это мелко. Ну, то есть, что мы от ума действуем, нежели вот из глубины. То есть, вот, для меня это очень хорошо дошло на ваших занятиях. Когда человек уже стал йогом, ему трудно стать другим йогом. Он уже... Он уже стал и укоренился. Поэтому очень трудно выбивать. Это... Это да, да. Вот здесь все должно быть, опять же, я вот люблю такие метафоры. Это у Генри есть, значит, там... Когда там грабитель поет. Ну, грабили, грабили поет. И говорит, это самое, значит... Все стало нормально, остановили поет. Все сдались, но кочегар заортачился. Значит, и Биллу пришлось выбивать у него с головны. Это пагубное заблуждение. А рукоянка шестизарядного кольта, да? Вот. Ну, здесь тоже, да. Особенно человек, который приходит из других, там, каких-то стилей, не знаю, современных. Забудьте вы об этом. Я уже забыла, благодаря вот... Так, следующий вопрос. Ну, это... Откуда вы это взяли? Кто-то говорит все. Это в интернете. Очень много учителей таких, да. Это все ужасно. Это какое-то вредительство просто. Вот поэтому вам надо рекламу. Вы хорошо делаете, что все снимаете, выкладываете. Мне кажется, это вот популяризирует настоящую такую вот глубинную, ну... Не знаю, какую-то крупицу дает, что люди могут это увидеть. Потому что в основном сейчас, ну, если посмотреть, что масса выдается, идет, это... Мейнстрим. Каждый себя выражает, каждый пытается показать свою йогу, как там все, вот это свой стиль и т.д. и т.п. В общем. Знаете, это вот Гзюбри писал, написал когда-то гениальную такую фразу написал, что... Че, люди... Когда люди... Человек ограничен, да. Вот. А сейчас 30 лет, как учат не по учебникам, непонятно почему, да. То есть люди потом эти гаджеты... И активное население сильно упало. Просто, да. Вот. Он пишет, что люди, будучи в силах охватить внутренним взором интеллектуального устройства мира, они находят для себя маленькие удобные частности, вникают в них, и яростно бьются с остальными из-за их маленьких однобоких истин, да. Как-то так. Вот. Поэтому вот то, что вы говорите, оно не удивительно, но оно очень противно. Поскольку люди... Ну, как бы ты... Когда сказал, когда Дон Хуан Кастанедия, говорит, ну, думаешь, в этой толпе все люди, да? Такой вопрос забавный. Так вот, как бы похоже на людей, но люди это автономные. Когда человек автономен. Когда проезжается в кашу массу, в которой можно что угодно делать или пить. И все поверят. Чего не скажешь. Это очень печально наблюдать. Ну. А как это молодежь от этого, как мы... Ну, я понимаю, наших детей, как от этого предостеречь? Вот общим развитием, хорошими книгами там и так далее? К сожалению, а может счастью, дети берут пример с родителей. В первую очередь. В первую очередь. Поэтому, если у вас вы хотите воспитать своего ребенка, скажем, в определенном там, не знаю, смысле. То у вас должно быть то, что вы можете ему передать. Вы лично. Это самое надежное. Это самое надежное. И стержень основной, да? Ребенка, он должен знать, чувствовать, что его любят. Что они заботятся, да? Значит, когда вы даете ему качественную информацию, он его усваивает, да? И потом, значит, сам начинает разбираться в этом мире. И тогда это будет надежно. А когда человек слушает... Тут вот две дамы, их сейчас нету. Одна из них такая тоже. Я вот ищу по жизни наставника. Я слышала, на том уроке она. В сорок с лишним лет, да. Она всего наставника ищет. Вообще не знаю. Как это? Где-то был Одиссей, да? Раньше. То есть... К сожалению, такого сейчас много. Я не знаю, большинство или нет, но много сейчас. Ну, конечно. Из Инстаграмов, Интернетов. Вот это все пропагандируется. К сожалению... К сожалению, вот на этом и растет поколение тоже. Все имеет две стороны, к сожалению. Еще Курт Воннагуд заметил следующее. Я говорю, что бы ученые делали, у них все равно получается оружие. Так и здесь. Интернет-то такое благо. Такая вообще вещь, да? Ну и знак за него страшный. Потому что он десоциализирует молодых людей, да. Люди вырастают придатками компьютера. Они умеют общаться в натуре, да. И много чего еще. На самом деле, нужно детей допускать к компьютеру где-то лет, наверное, после пятнадцати. А до того учить их нормально. Чтобы они читали книги. А уже потом, когда они уже будут хотя бы сформированы, хотя бы начально сформировавшаяся личность, тогда уже можно отдавать вот эту штуку. Это средство. Потому что когда это с пяти лет, как в Северной Корее, там, да, в Южной, то есть, учат, то потом он... Это вырастающая компьютера. Он не может общаться с людьми и с миром. Он вот с этим может общаться. Все. Идеально общается. Он, как это сказать, ну, приставка к компьютеру, а не человек. Ну и потом, да, еще же не может фильтровать это. То есть, в пять лет, что он будет смотреть там в пять лет? Конечно. Ну, то есть, она фильтровать. Поэтому вот это вот очень опасно, очень плохо. Оттуда идут такие вот... Человек верит всему. Угу. Если ему нормально конфетку преподнести в обертке, он всему поверит. Конфетка отравленная. Как-то так. Угу. Спасибо. Ну что? Тогда на сегодня все с разговором. В зимой нагреве. Взятие.